Мне интересно саморазвитие. Так-то у меня все нормально в семье. Слава тебе, Господи. Слава Богу. Я не жалуюсь. Интересно саморазвитие и все. Маша в восторге от ваших тренингов. Она меня прям, ну, заразила, можно так сказать. Я загорелась тоже. От нашей с Машей тренингов? Ну, она, я так думаю, не раз ходила. Нет, ты кому к нам? С Кроманом? К тебе. Смотри, как четко, да? На тренинги. Классно? Да. Слава тебе, Господи. Благодарю тебе, Надежда. Благодарю тебе. Такое счастье увидеть счастливого человека. Да правда это? Правда хорошо? Правда? Правда кайфово. Я знаю, что такое жить. Кайфово, радостно, счастливо. И слава Богу. Малия. Я Маша. Красотка наша. Да. Сектантская. Сектантская красотка. Мне нравится находиться в этом сфере. Нравится, когда отключается мозг. Просто сидеть. Сначала думать, думать, а потом все. Уснуть. Не, не уснуть. Вопрос у меня самый главный, это принятие себя. Принятие себя настоящей, плохой и хорошей. Вообще, очень хочу принять себя. Вопрос у меня по поводу любви материнской. Какая удивительная у тебя мама. Материнская любовь меня пронизывает. Причем, любовь, жалость. Я хочу узнать, что такое настоящая материнская любовь. Понять для себя. А что такое для тебя жалость? Скажи мне. Жалость? Ну, это вот, когда на примере, если мой ребенок упал, я подбегу к нему, подниму его и пожалею. А любовь для меня, если он упал, я, ну, обниму его, но поднимется он сам. Вот это для меня любовь. Ну, я не могу, ну, как бы, я понимаю мозгом, но сердцем я не понимаю. При этом, с самого детства мне внушали, что если ты, ну, если я не отношусь к, ну, там, к мужчинам, там, не жалею их, там, не помогаю им, то все, я бессердечная, я их не люблю, короче. Жестокая. А, конечно, как ты можешь относиться к мужчинам? Ты же женщина. Смотри, как интересно, как вы, говорит, относитесь к гомосексуалистам, да? Я к ним не отношусь. Как вы относитесь, там, ну, к мужчинам, да? Ну, короче, мужчин надо жалеть. Кто сказал? Моя мама сказала. Ну, жалеть, а что такое жалеть? Вот, представляешь, мы сейчас с тобой берем... Это все проблемы без задних трясений. Берем такой вот шнур железный, начинаем, положим в огонь, да? Покладем или положим, я уже не помню, как правильно. Положить это в ложе, а класть это на что-то. Ну, ладно, не будем сейчас. Вот, нагрели его, представляешь, там такое жало горит. Такой, ты подходишь к мужчине так, пшшшш, тебя надо жалеть. Мама сказала. Так, пшшшш, опять, да? Раз, опять на огонь положила и сидишь, смотришь на него. Ну, я знаю, что именно так и получается. Ну, я не знаю, как по-другому. Нет, ну, я знаю, что надо сначала, полюбить себя, потом. И потом полюбить себя. И потом еще раз полюбить себя. И так постоянно, не поверишь, просто любить себя. Это не значит, понимаешь, когда, вот, есть хорошее такое выражение, да, опять, там, люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех, да? То есть, мы не говорим по поводу того, что любить себя, это значит равно, чихать на всех. Что, когда ты любишь себя, вот, люби ближнего своего, как самого себя. Потому что у тебя будет вариант, как любить ближнего своего. Понимаешь, да? А любить ближнего своего, это что ты же хочешь, да? Помнишь, мы говорили, да, самое главное, вот эта шиза, как она убивается, да, вот это вот. Вот, делай так, как ты хочешь, чтобы сделали другому, да? Делай так, как ты хочешь, чтобы другой сделал тебе. Да, может быть, ты делай так для человека, как хочет он. Надо же проще. Просто спросить, а как тебе будет комфортнее? Одно правило. Спрашивайте всех, как ему будет комфортнее. И решить для себя, полюбить себя, это решить, ну, по большому счету, для себя. Готов ты это делать или нет? Потому что любовь, это когда все выигрывают вокруг. Твое желание, это когда все выигрывают вокруг. А когда кто-то проигрывает, ты уже делаешь выбор. Понимаешь, да? Жалить его или просто любить. Но когда ты делаешь выбор, как правило, начинаешь жалить саму себя. А когда тебе больно, ты говоришь так, чш, нет, и тебе тоже пусть будет больно. Полюбить себя, это перестать жалить. Осознать, что ты есть. Вот эта вот формула Бога, да, о которой мы говорим, да, ты есть, ты уже есть. Тебе не нужно ничего искать, ты уже сейчас живешь. И что ты проживаешь вот в этот момент? А что ты будешь проживать через минуту, какая разница? Минута жизни-то еще не наступила. И в каком бытии, в какой вере ты сейчас находишься? И в какой вере ты будешь находиться через минуту? А если тебя вдруг нечаянно занесет какая-нибудь твоя себяшка, да, в какую-нибудь тревогу, боль, да, вот... Есть так называемые медитации, да, процессы и прочее. То есть вот есть у меня свой, ну... То есть вот сейчас продукты придумали, да, вот свои, да, ну, скажем так, сектантские. Да, то есть они, ну, если вот само понимание того, что вот здесь произносится, ты осознаешь, да, тебе просто в них комфортнее будет пойти дальше. Просто посмотреть, что с тобой происходит. Помнишь, я говорил в самый главный момент, что я не лечу никого? Никогда не лечил. Человек может только излечиться сам. Моя задача просто включить свет, помочь человеку, чтобы он показать, где выключатель, чтобы включить свет. Я даже тебе свет-то не включаю, ты его только можешь сама пожелать, включить или нет. Сколько людей, которые после тренингов, после консультаций, какое-то время им кайфово. А потом они забывают, что свет нужно включать, свет гаснет. У него такой выключатель есть, мозг. Он бух, свет выключил. Да, и сразу приходит очень интересный момент. Люди начинают говорить на вы, да, потому что у них есть нравственная совесть, ценности, да, и понесло их там в раскрутку. Да, мы на втором тренинге хорошо проходим, там 9 игр бытия, так называемых. И в этих 9 играх все живут, и на всем там кайфово. И все. Следующий вопрос. Говори, дорогая. Мне так классно выжигаться. Так это же счастье. Ну, в какой-то момент мне посещает такая мысль, а вдруг это все кончится. Туда начнется что-нибудь другое. Это как раз уже про разговора выйти из зоны комфорта. Понимаешь, мне какой, чтобы выйти из зоны комфорта, в нее как минимум нужно зайти. Да, чтобы сейчас получается наша комфортно, то есть в такой ситуации находиться спокойно. Нет, на неспокойстве. Где бывает спокойно? Только там. И то, откуда мы знаем, как там, да? Ну хорошо, неспокойно, комфортно. Комфортно, да. Ну, давай скажем, комфортно. А что для тебя, вот смотри, то есть вот это как раз мы подошли к тому самому главному. А что комфортно для тебя? Кому-то говорит, суп жидкий, а кому-то жемчуг мелкий. Суп кому-то комфортен, да? А кому-то жемчуг. Да? То есть выбери себе, а что комфортно тебе. А вот выбрать ты себе это не сильно можешь по одной простой причине, что вот весь выбор у тебя ограничен. Интерпретация твоего мозга, где комфортно. А почему не комфортно в другом месте? Моя задача просто расширить эту зону комфорта. То есть показать поле, ну то есть показать те травмированные образы, которые не позволяют расширить твою зону комфорта. То есть быть в том же самом комфорте, но только в другой ценности. Да? Как у нас тут девчонки на тренинге перлы выдавали, да? Ну то есть такие моменты очень интересные. Когда там, а что ты, конечно, там, с милым рай шалаше? Конечно, зачем тебе там нелюбимый в замке, да? Ну то есть она там выдает такую ситуацию, да? Говорит, ну хорошо, а что с любимым в замке? Никак. Ну по большому счету, да? А что в замке и с любимым? Нет. Если в замке, то с нелюбимым. Все там четко, сработанное. Сценарий. И таких сценариев они выскакивают, 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 выскакивают. Если деньги, то это значит будет больно. Если пришло много денег, то будет больно. Придет много денег? Никогда в жизни не придет. Там деньги это грязь. Хорошая же распространенная такая у нас заявление. Так их порой не хватает. Да, нет. Просто когда ты будешь получать деньги, ты будешь эти деньги на мыло спускать, чтобы помыться. Потому что будет грязно, ты будешь грязно. Ты не сможешь в этом состоянии долго находиться. Ты все отдашь, только чтобы очиститься. А если так не думаешь? И слава тебе, Господи. Значит, думаешь, понимаешь? Почему, знаешь, тот же Иисус хорошо сказал, говорит, А как такое великое богатство пробывает, переживает такой бедности? Только по одной простой причине. Что он этим сказал? Почему у тебя такая вера-то? Почему ты веришь, что ты нищая? Почему ты веришь, что ты в беспокойстве? Почему ты веришь, что тебе больно? Почему ты сам себе придумаешь, как это, говорит, сам, говорит, придумал, сам обиделся, сам дурак, да? Не дурак, идиот. Потому что дурак, это тот, который считает, о. А почему бы и да? Вот это да. Ого, как интересно, да? Помнишь, как про этого? Алеша Поповича, я постоянно этот пример привожу, да? Когда там направо пойдешь, там, то потеряешь, там. Прямо пойдешь, смерть найдешь, ну, туда. Дурак дураком. Ну, там же прикольно, там же столько приключений. Понимаешь? Поражать над этим. Пойдем туда, да какая разница? Ну, как в этом мультике про котенка гавна. Да, 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 да. Где-то они же ждут эти неприятности. Да, 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 жестоко интересного. Ну, да. Ну, почему-то мы сразу съеживаемся, да, и начинаем бежать пить пиво, там, заниматься играми, там, ну, там, каждый своими вопросами занимается. Ну, тоже прикольно же. Ну, здесь, мне кажется, выступает лень. Нет, это не лень, это твоя вера просто, что у тебя ничего не получится. А когда не получится ничего, какой смысл это делать? Глупость же, да? Делать то, что у тебя не получится, да? И ты веришь, что у тебя не получится. Ты не веришь, что ты уже получил, да? А ты веришь то, что у тебя не получится. Вот чем отличается дурак от идиота? Да, как говорит тёща, говорит, я этого не, моя любимая, говорит, я этого не пробовала, я этого уже не люблю. Да, 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 вот это вот как раз про это. Так кайфово жить, просто жить, быть, да, быть в вере, да, что, ну, ты захороняешь и умножаешь. Всё, что с тобой происходит, ты сохраняешь и приумножаешь. И тогда какая? И тогда эта психическая энергия, ноль помноженная на ноль, даёт единицу, да? То есть пустота умноженная на пустоту даёт соединение. Ну, то есть то, что можно умножить. Тоже удивительный такой аспект. Отсюда появляется ноль, единица, ноль, единица. И любая программа идёт из ноля, единица. В осознавании именно этого процесса. Что из бытия создаётся... Смотрите, очень интересно, да, вот бытиё, мы говорим бытиё, бытиё. Бытиё – это вера. Это осознание того, что происходит. И твоя вера в том, что если ты сейчас проживаешь опыт, который тебе некомфортен, Маш, ты можешь его закрыть. Но чтобы это закрыть, опыт нужно посмотреть, где ты себе... Снять проклятие, да? То есть вот смотри, вот кружка, да, она наполовину. Ну, скажем, представь, что она полная. Вот я беру сейчас чайник водой, да? И вот так вот наливаю. Это я проживаю свой опыт, да? То есть здесь нравственность, совесть, мораль, да? Вот всё вместе, вот она наполнена, эта кружка, да? Вот это вот опыт. Ну, понимаешь, да? То есть вот саму интерпретацию этого опыта, да? И вот ты такая устала, видишь, что там коричневого цвета стал, да? Ну, там уже там обида, боль, ненависть, гнев. Ну, то есть всё в этом опыте, как вот, ну, вот он и есть, да? Скажем так, то есть мораль, совесть нравственная, всё равно придёт тебе к обиде, к тревоге, к ожиданиям, к совести, к стыду, да? То есть, ну, здесь всё, то есть всё включено. И он уже вот такого вот цвета. Что нужно сделать для того, чтобы поменять этот опыт? Ну, закрыть его. Закрыть? А как его? То есть ты же новый сюда не нальёшь опыт, да? Он уже полный. Ну, ты сейчас возьми ещё одну кружку, вот. Я возьму роман, сейчас начну лить сюда. Что произойдёт? Они смешаются. Смешаются два контекста, да? Потому что этот опыт, этот определённый контекст, у него есть своё содержание. Содержание этого контекста делится на три части, да? Нравственность там есть своё содержание, там, совесть есть своё содержание и ценности, да? У тебя же есть, вот ты сказала, да? Как я хорошо сказала, я там не буду сидеть, потому что я какая? Приличная. Приличная, да. Куда мы там? Нравственная, да? То есть ты нравственно приличная, ты же замужняя жена, что ты будешь между двух мужиков сидеть, да? А что обо мне люди подумают, да? Всё, смотри. Я приличная. Что обо мне люди подумают? Это что у нас? Совесть, да? Ну, стыд же включается, да? И ценности какие, да? То есть я мужняя жена, это моя ценность, да? То есть если я мужняя жена, то я должна быть приличная, нравственная, там, такая-то, 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 да? Всё, вот он, опыт. Всей твоей приличности, нравственности и ценности. Ну, к примеру, да? Ты говоришь, я хочу любить своего мужа. Понимаешь, если это содержание, этого контекста вот в этом, там, да, то самое удивительное, что это содержание будет работать на твоего мужа. Понимаешь, да? Каким тебе сексом? Иди нафиг, у меня голова болит. Ну, я к примеру говорю, да? Там, что ты не можешь себе, там, это сделать, да? То есть всё, эти претензии, эти же самые, то, что тебя защищают, в семье начинает это разрушать. Да? Потому что это же защита. Ну, от социума, да? То есть твоя нравственность, совесть, она же помогает тебе, да? Ну, чего тебе плохо подумают, да, если там сядешь между двух мужиков, да, значит, что они могут подумать? Я такая-то, 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 да? То есть оценку мне повешать, осудить меня. И это же самое осуждение, что ты себе придумала, ты начинаешь передавать мужу. Ты же тоже защищаться? То есть ты начинаешь защищаться, если контекст защищаться от мужчин, то муж тоже мужчина, и ты тоже от него будешь защищаться. Согласно этих же самых моральных границ. Всегда. А зачем? Если ты бесценность. Но ты бесценностью стать не сможешь, потому что этот опыт ты до сих пор проживаешь. Это ценный опыт. Что нужно сделать? Нужно его вылить и налить новый опыт, новый контекст. А закрыть его можно только поблагодарив. А поблагодарить можно только то, что ты осветишь. Пока ты не дашь возможность осознать, что с тобой происходит, ты это поблагодарить не сможешь. Даже не можешь узнать, что ты в этой комнате и спишь сейчас. И в этой темноте ты боишься того, что ты сама себе придумал. Опустить это свет, но поблагодарить. И простить саму себя. Если что, то делаешь себе больно. Простив саму себя, сняв себе проклятие, поблагодарив себя, пославив Бога за то, что Он дал возможность тебе эту энергию дать, ты можешь отключить в комнате в этой свет и сказать, Господи, да как же это классно. А теперь я хочу прожить этот опыт какой-нибудь, да, комфортно, безопасно для себя, благодатно, радостно. Ну, он в Таиланде. На кровати 4 на 4 метра. С льняными простынями, да, с кондиционерами, с любимым мужем. И такое большое-большое окно, и там море. Ну, это пример. Кайфово же. Тоже же хороший опыт. Логично же. И тогда я чувствую желание это чувствовать. Начинаешь это проживать уже сейчас. Что ты, приходя домой, закрываешь глаза, что ты лежишь на этой кровати, что у тебя это уже есть. Это уже произошло, и ты уже от этого кайфуешь. И тогда вот эти вот, от того, чего ты кайфуешь, вот эти вот гормоны, да, вот эти чувства кайфа, они начнут приумножаться. И как только дойдет до того момента, твоя психическая энергия, скажем так, оплотит, ну, то есть она соберется столько, чтобы оплатить этот опыт в житии, это происходит. Это расчет. Понятно, что говорю? Жизненная сила? Ну, ее прана называют. Жизненная сила, психическая энергия, божественная там. Это концепции слова. Мы говорим, ну, скажем так, вот я говорю банк праны, да, то есть деньги праны. Психическая энергия – это деньги бытия, которые реализуются в деньги житья. Для того, чтобы ты получила какое-то желание, которое ты уже получила. И тогда нет смысла проживать в бедности, когда ты осознаешь, как это работает. Я же говорю, моя задача только посмотреть, показать, где выключатель. И когда ты включишь, ты сама увидишь, как это все работает. И вот эти медитации, которые, так, процессы, которые, вот опять же, да, повторюсь, мы сейчас на сайте размещаем, да, почему мы, потому что там целая команда работает, да, Мерсо с ее великим голосом, помогает мне их записывать, там, создавать, производить, там, с музыкой, то есть там целый процесс. И это не просто так, собрали слова, там, положили музыку, идите. Там проговаривается, подбирается каждое слово, это, это, прям, правда, очень глубокая работа. Это кайфово. Еще вышла медитация одна, удивительная, для тех, кто уже выстраивает желание, это синхронизация с желаниями. Вы говорили, вот, как создавать, вот мы сейчас будем делать мини-тренинг, да, как создавать желание. То есть, прям такой глубокий-глубокий тренинг на создание желания. А как оно создавать? Потому что, да, мы приходим в тренинг, да, и сейчас и тренинги поменяются, вот, наверное, с 19-го года. Первый день мы будем, то есть, дура вначале, или дурак, да, то есть это около солнца. Потом ты начинаешь верить. То есть, вот, там главное посмотреть истинность и подлинность. А во что ты веришь? А какая твоя вера сейчас? А какую ты хочешь, чтобы у тебя вера была, да? То есть, а во что ты хочешь верить? Потому что, если вы истинно верите, да, особенно, вот, я всегда спрашиваю истинно верующих. Я люблю с ними разговаривать, прям обожаю их. Они такие кайфовые. Да. То есть, Иисус сказал хорошо по этому поводу, да, если вера ваша и истина, хотя бы от корчичного зерна, да, вы скажете, горе, перейди направо, и она перейдет. Я говорю, давай, Игорь, делай. Показывай. Так интересно поржать. Да, то есть, о чем говорил Иисус, да? Что все, что происходит с вами сейчас, прямо сейчас, здесь, все происходит по вашей вере. Потому что вы говорите, и это происходит. Вопрос. Осознайте, а что вы говорите? Да? Чему вы молитесь? Что происходит с тобой в данный момент? А веришь ты в это? И когда приходит вера, осознание того, что все, что на самом деле, какое чудо тебе нужно, вот оно чудо. Ты разошелся с женой. Это же чудо. Ты же сам это создал. По своей вере. Ну, прикольно же. Нет, конечно, чудо не назвал. Аняка, ну ты же это создал. А это уже чудо. Знаешь, как это вот, я всегда этот анекдот рассказываю. Девочка рыбку золотую поймала. И говорит, сделай, чтобы волосики у меня из носа вот так были. Чтобы издушков вот так волосики были. Да, сделай, чтобы коленки были назад. Она говорит, ну, а что, говорит, богатство, денег не попросила. А что, можно было, да? Да, то есть ты попросил-то это. А чем можно было другое, можно. Ну, прикольно же, да? Нас же учили вот так вот. И по вере ваше вам давно будет. Вот тебе и дали все, во что ты верил. Если твой пацан обиженный, обиженный мальчик твой там внутри, тот Ромка, да, там с двух-трех лет, ну, в том моменте, там, пяти-шести годах, да, в зависимости, то есть мы первые девять лет проживаем три девятки. Три, ну, как бы, одну девятку. Три этих субличности. Первые три года – это безусловная любовь, да, это внутренний ребенок. Это период фекальный, так называемый, да, то есть там, что бы ты ни делал, тебя любят безусловно, да, там. Хочешь ты спать, не хочешь ты спать, да, когда ребенок подходит тебе и говорит, пап, пойдем поиграем. Говорит, пойдем, любимая, поиграем. Вот вчера играли, там, Зайца бинтовали, да, то есть там Зайц попал в аварию у нас, там, у него красная, там, краска на животе, и мы вчера делали операцию ему, там, уколу, там, матывали его, пробинтовывали, да, там, в одиннадцать часов ночи, после, там, пяти часов дороги по трассе, до этого, там, сутки в поезде, да, там, до этого тренинг, да, то есть, ну, понимаешь, да, вот, ну, мы так играли, мы часа полтора, наверное, играли в эту игру, и прям, у меня шапка была такая, у нее была майка с крестом, там, это же, это был целый процесс, там, там был маленький Горюня, и маленькая Арина, два трехлетних, которые играли, там было так кайфово, что даже для смешного, когда жена снимала это на камеру, и я ее на вид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok